Приехали на смотровую площадку Нидлс, самого красивого места на острове Уайт, и вдруг увидели здесь в траве, вот так вот незаметно, приютился лис. Лис или лиса, посмотрите, самый настоящий дикий зверь-лисица. И не боится людей, без проблем, сидит здесь. Наверное, даже уже и привык к людям, и пришел к людям, что-то покушать, может быть, дадут. Вообще интересная история. Мало того, что у нас здесь зайцев, огромное количество кроликов, белок, бурундуков, барсуков. И вот лисы, пожалуйста, вам тоже бродят среди людей без проблем. Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале «Жизнь на юге Англии». Меня зовут Галина. Сегодня у нас суббота, 15 июля. Опять чудесный день. И я хочу вам показать сегодня опять эту прекрасную дорогу, как мы ехали на Нидлс. Вот там виднеется впереди. Очень красивый, меловой обрыв. Виды здесь потрясающие. Ну, а пока мы будем с вами ехать и созерцать всю эту красоту, я, конечно же, вам расскажу то, что давно обещала. Ну, во-первых, я расскажу вам о моих встречах новых, о знакомствах с мужчинами. Кому интересно, я расскажу немного, как продвигается покупка-продажа в моей недвижимости. Ну, и еще я вам покажу очень интересное место. Так как мы едем здесь, оно будет у нас по пути, то вот мы сейчас в него зайдем и посмотрим. Это так называемый магазин-фабрика. Жемчуга, который добывается на нашем острове Уайт. Этот магазин здесь расположен уже давно, но я вот как-то впервые сюда приехала. Мы заехали сюда по пути на Ниддлс. Ну, и, конечно же, эту красоту я для вас и покажу. Здесь огромный магазин. Продается именно жемчуг. Жемчуг очень разный. И цены тоже очень разные. Мы приехали с моими знакомыми посмотреть вот эту всю красоту. И здесь будет видно вам и цену. Цена колеблется очень сильно в зависимости от величины жемчужин. Ну, и как говорят, что жемчуг этот, он уже выращен здесь, на специальных фермах, в которых выращивают моллюсков, устриц, именно жемчужниц. Здесь есть такая замануха, типа, наверное, лотереи. И вы можете при желании, заплатив 44 фунта, вот из этого красивого маленького водоемчика, достать себе любую из вот этих вот устриц-жемчужниц. Если вам повезет, и открыв эту жемчужницу, вы найдете там жемчуг, то вам дадут вот здесь специальный сертификат, что это жемчуг с острова Уайт, и что вот вы его сами как бы поймали. Ну, и еще здесь есть одна интересная вещь. Сейчас я вам ее покажу. Это платье принцессы Дианы, которое выполнено из вот натурального жемчуга, добытого с острова Уайт. Это платье здесь подарено самой принцессой. Есть огромная брошюра, даже книга, вот видите, в которой показана принцесса Диана в этом платье. И описано полностью, как его расшивали, сколько пошло на него жемчуга, сколько это платье стоит. Если кому-то все это интересно, можно найти, погуглить все это. И еще, конечно же, один очень шикарный стенд здесь организован, где показана королева Елизавета II. Вот в таких же точно жемчужных бусах, видите? И эти жемчужные бусы здесь же рядом и представлены. Их можно купить. Но это очень дорогие украшения, как вы понимаете, королевский жемчуг. Цены здесь даже нет. Возможно, они и не продаются. Это просто как музейный экспонат. Ну, давайте мы с вами еще немного посмотрим то, что продается. Очень много разных изделий. Кольца, серьги, конечно же, ожерелья, одна, две, три нити, браслеты. Цены очень разные. От нескольких сотен до нескольких тысяч фунтов стерлингов. Вот и получается. Почти в каждом видео, так или иначе, мы затрагиваем тему денег. Не ввиду какой-то личной зацикленности, а потому что они действительно являются камнем преткновения во многих вопросах. И со многими трудностями помогают справляться легче. Все сейчас переживают непростые времена. И наша с вами задача не просто выжить, но и выйти на качественно лучший уровень жизни. Я могла бы отправить вас на десяток платных курсов, но перед тем, как куда-то податься, хорошо бы все это протестировать. И инвестор с 15-летним опытом, человек, живущий на пассивный доход, Егор Арсланов, автор курса «Благосостояние». Он предлагает вам именно такую возможность – бесплатный мастер-класс «Как решить проблемы с деньгами в 2023 году». Кому этот мастер-класс рекомендован? Тому, кто не знает, как выбраться из долгов и даже крупных долгов. Тому, кто не умеет копить не в ущерб себе. Тому, кто хочет обеспечить себе финансовую безопасность и научиться инвестировать. Тема архипопулярная, а значит, как минимум, попробовать ее на вкус стоит. Для достижения результатов от вас, как всегда, понадобится действие. Вы должны понимать, что одной информации без действий будет недостаточно. Второе – это системный подход. И, наконец, умение по крупице идти к большому результату. Ведь капитал формируется годами. Быстро здесь и сейчас не бывает. И это очень по-честному. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс Егора Арсланова по ссылке в описании к этому видео. Ну, а мы с вами едем дальше. На запад, на запад. На самую западную точку нашего острова. Это будет Нидлс у нас. Очень красивые, великолепные горы. Кто не видел, посмотрите видео мое. Ну, и еще я хочу вам показать, какие продолжаются здесь у нас обрывы. Вот, посмотрите. Очередной обрыв случился вот на этой дороге в Нидлс. Еще, друзья, что я хочу вам рассказать сегодня, может быть, даже и фотографии показать. Ко мне приезжали на выходные пара моих подписчиков, Татьяна и Володя. Они были пятницу, субботу и воскресенье. Попросили меня показать им остров. И вот мы все три дня ездили по острову. Смотрели интересные места. Вот это вот, кстати, классный паб. Обратите внимание, новый король и королева, консорт Камила. Фигуры монарших в полный рост. И любой может с ними сфотографироваться. Ну, а мы с Татьяной и с Володей проехались почти по всем местам. Красивым острова Уайт. И, как они говорят, что мы даже перевыполнили план, который они себе намечали. Сейчас пора отпусков. И очень многие с большой земли желают приехать на наш чудесный остров. В частности, мои подписчики тоже. И я с удовольствием им показываю красоты нашего острова. А также снимаю это и для вас. Ну и теперь то, что давно вам обещала рассказать. Как я познакомилась с байкером. Вот, наверное, те, кто внимательно смотрит мои видео, помнят уже вот этот коротенький сюжет. Я вам показывала, как я снимала этих очень симпатичных байкеров здесь. Многие из них были с подружками. И вот почему они стояли здесь так долго. Потому что их подружки снимали тоже их на видео. Ну и я прошлась точно так же, чтобы это все для вас заснять. И вот посмотрите, я вам сделала замедленную съемку, что все уехали. А вот один байкер, он остался. Он остался и стоит, и стоит. Я уже видео сделала и уже как бы сложила свою камеру. Собралась уходить. И он меня окликнул. И вот так вот мы и познакомились. Он меня окликнул. У нас завязался разговор. Он спросил, где я живу. Я сказала, что я живу здесь на острове. Он удивился. Сказал, что он тоже живет в Исткаусе. Давным-давно, уже 20 лет. Зовут его Том. И он, вы знаете, несмотря на то, что он очень неразговорчивый, только на нашей второй встрече, когда мы с ним обменялись телефонами в первый раз, и он тут же мне на следующий день и позвонил. Мы договорились, что встретимся где-то, выпьем кофе. Он опять приехал на своем байке. Была ужасная жара. И он меня поразил тем, что он приехал в полном своем вот этом байкерском обмундировании. Как это называется? В байкерском прикиде. В кожаной куртке. Тяжолющий. В таких высоченных сапогах. Ну вот вы знаете, просто меня поразил. Кожаные штаны огромные, там с молниями, с застежками. Наверное, действительно он хотел произвести на меня впечатление. Предложил он мне сразу прокатиться. Попросил усаживаться сзади. И давай-ка мы с тобой прокатимся, красотка. Но я отказалась. Да что вы! Я представить не могу. Как я усядусь. Да мне там, наверное, уже и ногу не закинуть на этот байк. Я не помню, когда я последний раз садилась на вот такой вот мотоцикл. Поэтому мы с ним просто прогулялись немного. Он шел, скрипя сапогами. Такой очень серьезный. Но вы знаете, вот мужчина из Германии. Очень странная у него такая судьба. Наверное, интересная может быть. Он влюбился в англичанку, когда она приезжала туда, в Германию, просто отдыхать на несколько недель. И вот такой вот завязался курортный роман. И потом он приехал за ней сюда и остался здесь. Он был покорен красотами острова Уайт. И он говорит, что это случилось 20 лет назад. У них двое детей. Ну и он, вот несмотря на такое свое странное, не по возрасту увлечение, имеет очень серьезную основную работу. Он шеф-повар здесь, в ресторане в Исткаусе. Чем, в общем-то, тоже меня удивил. Но, вы знаете, несмотря на то, что он вот уже 20 лет живет в Англии, и жена у него англичанка, но английский язык у него не очень хороший, я бы так сказала. Очень плохое произношение, на удивление. Мне было его понимать очень сложно. Ну, вот так вот мы познакомились, подружились, погуляли. Он меня пригласил туда, к себе, в ресторан на следующей неделе. Я согласилась. Мужчина, так вы знаете, в общем-то, вроде как мне даже и приглянулся. Думаю, если снять с него вот это вот все его странное байкерское обмундирование, то, может быть, он будет и вполне себе прилично выглядеть. Ну, и я приехала туда, к нему, в ресторан. Оказалось, что он был занят. Он выбежал ко мне несколько раз, предложил мне кофе. Я сидела, пила грустно одна кофе. А он вот там занимался на кухне. Очень странно мне это тоже было, вы знаете. Я как-то думала, что мы будем вместе сидеть за столиком, что мы нормально проведем время, пообедаем, поговорим, в конце концов, душевно обо всем. А он вот сказал, что он просто хотел показать, как и где он работает, и что из себя представляет его работа. Ну, и потом мы с ним встретились еще один раз. Он опять позвонил мне и предложил встретиться. Я сказала, приезжай в райд. Он приехал, мы с ним опять погуляли. На его мотоцикл я сесть так и не рискнула. Ну, и потом уже в процессе разговора выяснилось, я, конечно же, спросила, если он женат, то почему он хочет встречаться еще с кем-то, почему и для чего он ищет женщину. Он сказал, что он давным-давно уже сипарат. Они сипарат, то есть живут раздельно. Развода так и не получили. Он говорит, что у него там огромный дом. Он приехал сюда с большими деньгами. Он купил огромный дом в Исткаусе, что у них там несколько гектаров земли. И он очень любит заниматься. У него курочки, кролики, даже гуси и утки. И, в общем, кого там только нет, я так поняла. Ну, и говорит, что как мы все это будем делить, потому что моя жена точно так же обожает все это хозяйство. И, в общем-то, до сих пор еще этот вопрос у нас не решен. Ну, как-то, вы знаете, мне было этого достаточно. Я разочаровалась сразу. Если вопрос не решен с разводом, если они до сих пор не могут прийти к какому-то соглашению, даже по поводу своей недвижимости, при том, что у них есть дети, зачем туда еще третьего человека впутывать? Мне это совершенно не нужно. Ну, вот я вот так вот решила. А может быть опять, вы знаете, когда мы расстались уже с Томом, он еще несколько раз мне пытался позвонить и поговорить, но я подумала, что, скорее всего, опять же, это не тот мужчина, которого бы я хотела видеть с собой рядом. И я подумала, наверное, я еще и сама толком не знаю, кто же мне все-таки нужен. Иногда я говорю о том, что нужна сразу химия между людьми, но, наверное, химии тоже маловато будет. Вот такая вот у меня неудавшаяся еще одна встреча с очередным мужчиной. Вы просили, друзья, я обещала, и я вам ее рассказала. Ну и последнее, что я хотела вам рассказать, это о том, как продвигается моя продажа и поиск недвижимости. Но вы знаете, друзья, говорить тут особенно не о чем. Во-первых, я еще так и не выставила свою квартиру на продажу. Ходила тут несколько еще квартир, я посмотрела, совершенно неинтересные. На ту сумму денег, на которую я могу рассчитывать, я так поняла, что здесь ничего лучше, чем своя квартира, я купить не смогу. Поэтому я немножко притормозила. Не знаю даже, стоит или не стоит вам показывать несколько новых квартир, которые я тут смотрела. А я их действительно сняла тоже для вас на видео. Но они, по-моему, выглядят практически точно так же, как те первые. Малюсенькие, неудобные, с низкими потолками, которые требуют ремонта косметического. Ну и, в общем, совсем не то, что я бы для себя хотела. Поэтому пока вот так, друзья. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. Всего доброго. Пока-пока.